Антидепрессанты, транквилизаторы и даже нейролептики. По данным компании GSM Group, подготовленных для известий только за три осенние недели, соотечественники купили свыше двух с половиной миллионов упаковок таких серьезных препаратов, потратив на это почти полтора миллиарда рублей. Причина – общий тревожный фон, вызванный геополитической и экономической ситуацией. Жители Алтайского края, как показал опрос, происходящее переживают по-разному. Я очень переживаю, я даже новости не смотрю, потому что у меня сразу слезы льются, жалко. Конечно, переживаю, очень переживаю. Переживаю за молодежь, за всех мужчин. Нет, я спокойна, с нашим руководством я спокойна. Просто-напросто не паниковать, вспомнить нашу отечественную войну. А что больше давляет, погода или события? События, конечно. Беспокойство. Надо просто жить, делать, заниматься делами, и все будет нормально. Но закрыться от происходящего и спокойно заниматься делами у большинства, видимо, все же не получается. Мы обошли несколько барнаульских аптек, и в каждой нам подтвердили, что в последнее время люди чаще стали спрашивать препараты, снижающие тревожность и напряжение. Я не знаю, как вам обращаются такие симптомы. Ну, в основном, да. Но психологи предостерегают от покупок успокаивающих средств, в том числе всевозможных чаев, настоек и капель, а тем более препаратов более серьезного класса. Подсесть на них легко, а вот отказаться после сложно. Специалисты убеждены, нервная система может вынести любые нагрузки, если о ней заботиться правильно. Самое первое – это не нужно тратить силы на борьбу с реальностью. То есть вот у нас есть события, которыми мы можем управлять, а есть события, которыми мы управлять не можем. Так вот не надо тратить силы на то, что ты не можешь изменить. Психологи советуют расфиксироваться, то есть переключаться на любимые занятия и увлечения, выговаривать свои эмоции. Не можете близкому – расскажите зажженной свече. А еще в неспокойное время важно высыпаться, не нужно сидеть на диетах и отказывать себе в удовольствиях. Я знаю, что сейчас многие женщины, чьи мужья ушли воевать, как бы испытывают чувство вины и не разрешают себе каким-то образом расслабляться, отдыхать. Это неправильно. Мужу вы нужны здоровые, вы нужны подбадривающие. Стрессоустойчивость сегодня как никогда важный фактор, говорят специалисты. Чтобы оставаться работоспособным, успеть выполнять массу ежедневных задач, нужно также ежедневно находить время для занятий, которые позволят оставаться в гармонии с самим собой и окружающим миром, каким бы он ни был. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова